Мы сейчас подключаем к нашему эфир нашего замечательного коллегу-эксперта Якова Кедми, экс-руководителя спецслужбы «Натиф» израильской. Яков, добрый вечер, добрый день. Как слышно, видно нас? Добрый вечер, добрый день. Отлично. Яков, ну, видели, да, что происходило в Вашингтоне, значит, вечером, вчера и ночью? Я не знаю, не буду задавать никаких специфических вопросов, просто ваше впечатление. Что вы увидели в этом вовсе? Я увидел, первое, то, что все опоседили, все предупреждения о том, что Америка деградирует, особенно в отношении власти, отношения и доверия народа к власти, они подтвердились этой ночью абсолютно. Это показывает то, что вот эти демонстранты, которые были, вот это все было, «А что они искали в Капитолии?» Зачем они туда пошли? У них была какая-то цель? Нет. Это был всплеск отчаяния людей, которых предала их страна, которая предала все, во что они верили. Они же верили в превосходство законов, честные выборы. И вдруг они увидели, вас обманули. Вас обманули. Нету ничего этого. И тогда эта часть пошла, чтобы выразить свой протест. Больше ничего. Они что, хотели захватывать Капитолию? То, что они туда вошли, они вошли туда только, чтобы выразить свои чувства. Они что не собирались делать? Они ни в коей мере не походили на этих погромщиков, которые громили Америку целый год. Ну да. То есть, смотри, забрать телевизор из этого самого, из магазина, пограбить. Это все хорошо. Это выражение социального протеста, угнетенных и так далее. Прорваться внутрь Капитолия. Там, если только под руку какая-то мебель попалась случайно, потому что толпа распространяется довольно хаотично. И вот это, оказывается, уже кошмары преступления против демократии. То есть все стали вдруг держимордами, выживающими полицию. Все депутаты и их помощники, их компьютеры остались включенными на столах. Да, да, да. Это вообще удивительно. И тогда стали, когда мы не ушли. Они не тронули ни одного компьютера. Одну записочку вынес этот сторонник Трамп. В отличие от тех, которые громили Америку в течение года. Они хотели выразить свою боль только и всего. Да, в нарушении закона. Но кто в Америке не нарушает закон? После того бесчинства, которое проходило в Америке целый год, когда можно было громить города, убивать людей, сжигать, грабить. То, что они делали, это невинная вещь совершенно. Яков, я в связи с этим вашим ходом мысли я не могу не поделиться. Противоречивая личность, да, товарищ Кох, бывший член правительства Российской Федерации. Вот как он отреагировал, кстати говоря, очень созвучно вам, как он отреагировал на события в Вашингтоне. Вот можем мы сейчас показать это? Любопытно. Вот смотрите. Альфред Кох. Ну да, конечно. Когда вся эта левая сволочь, летом я просто цитирую, да, вот не мои слова, громила магазины, конгрессмены, демократы говорили, что протест оправдан и национальную гвардию использовать против мирных граждан нельзя. И потом, чего владельцы магазинов так переживают? Ничего страшного не случилось. Все украдено и сломанное имущество, застраховано. Но когда другие мирные граждане пожаловали к ним в Конгресс, те же конгрессмены потребовали ввести национальную гвардию. Нет уж, жрите, пардон, сами то, которое приготовили для других, а не для себя. Что вы переживаете? Все имущество Капитолия застраховано, а вас уже эвакуировали. Никаких проблем. Да, ну вот, так сказать, такого рода настроения, такого рода впечатления, вот происходившего летом и сейчас осенью, и сопоставление двух реакций на происходящее, оно, конечно, очень бросается в глаза. Ну что вообще между двумя реакциями? И в том, и в другом случае, в данном случае, одна половина населения, а в том случае, другая половина населения выразили свою обиду, свою боль, свое неверие в государство, что оно может решать их проблемы, что оно соблюдает законы. Там они делали в силу своей культуры, это делали в силу своей культуры, но общее между ними, что и та, и другая половина американского населения не верят в то, что это государство может управляться с помощью закона, что оно может решать их проблемы, что можно что-то делать иначе, как применять силу, грубую силу, нарушая закон. То есть беззаконие превратилось в течение последнего года в основную форму действия американских граждан, неважно, какие у них политические взгляды, это ставит под угрозу существование вообще Соединенных Штатов как государства, когда население не верит в это. Первое, первый симптом того, что народ не доверяет власти, это было, когда Трампа выбрали президентом. Это было недоверие власти, потому что Трамп, он тоже же не из политической элиты. Он со стороны. Это не республиканская партия. Сегодня вот та тенденция, которая привела Трампа к власти, она распространилась полностью, она сегодня абсолютна. И что еще замечательно в этом, то, что апостолы демократии, на которых вроде бы опираются, Фейсбук, Гугл, Твиттер, повели себя самым мерзким образом. Ну да, они, во-первых, ввели такую цензуру, а потом еще и заблокировали Твиттер и Фейсбук аккаунты действующего пока еще президента Соединенных Штатов. Это вот свобода и демократия в действии. Есть государства, в которых вводят цензуру. Есть государства, в которых нет. Но в любом, в любой нормальной стране цензура имеет право вводить только государство. Кто дал право им определять, что люди будут слать и чего не будут знать? Почему они узурпировали себе право, которое только государство есть, но которым государство не пользуется? И все молчат. Ну вот срочные новости, я вот прерву на секунду вас, Яков. Срочные новости, два заявления Байдена, одно из них, значит, такое в достаточной степени декларативное, что беспорядки в Капитолии были результатом нападок Трампа на демократию. Я, честно говоря, не очень, вот все время не могу никак понять, что каждый раз имеется в виду, как один человек может напасть на демократию. Мне все время это непонятно, группа людей может не напасть. Я не знаю, если там политическая партия, если она зарегистрирована, надлежащая, как можно напасть на демократию? Я не знаю, разбомбить государство, в котором формально демократическое устройство, наверное, можно. Как может один человек напасть на демократию, тем более Трамп, который до сих пор является легитимно демократически избранным президентом. Я не понимаю это риторики. Мне кажется, что они сами уже слово демократия настолько девальвировали, что нам, в общем, наверное, как-то уже странно, наверное, у нас тоже мы как-то нормально относились к демократии. Сейчас как-то очень сложно это все. Сложно, потому что они сами говорят какую-то, не знаю, чушь, уж простите меня за выражение. Но есть интересная новость, ведь ходило очень долго, вчера, сегодня ходили слухи о том, что конгрессмены и до этого будет настаивать уже избранный вице-президент на том, чтобы досрочно освободить Трампа от занимаемой должности. Так вот, Байден не собирается рассматривать варианты, предлагаемые конгрессменами. Конгрессменов из общего, так сказать, 600 с лишним говорили о том, что неплохо было бы отстранить Трампа прямо сейчас от власти, ну, видимо, по соответствующей поправке Конституции по 25-й, да, чтобы силами кабинета, чтобы, так сказать, он в последние дни уже не портил никому настроение, никому воздух не тратил. Но вот до 20 января, когда будет инаугурация, Байден сказал, что этого делать не будет. Не стал он этим заниматься. Яков, а у меня к вам вот какой специфический вопрос, может, сможете мне на него ответить. Ведь очень странно все-таки, что, ну, намечались протесты. Намечался почти миллион человек, ну, вряд ли там, конечно, был миллион, но тем не менее, который должен был приехать в Вашингтон. Как так получилось, что полиция пропустила протестующих сначала за ограждение, потом здание Капитолия? Мы вот сейчас разговариваем со всеми нашими гостями-экспертами, никак не можем взять толк. Это что? Симпатии политики, полиции к протестующим? Это какой-то заговор всеобщий? Или это хуже, это глупость? Что произошло? Вот в вашей точке зрения. Это американская полиция. Так. Многие люди и в Америке, и вне Америки представления о Соединенных Штатах по голливудским фильмам. И вот Шварценеггер это американский полицейский. Шварценеггер, если играл полицейского, то в двух фильмах только. Одного киношного, он сам играл киношного полицейского в киношном исполнении, да? А второй был наш советский полицейский в красном жаре. Какие Ваши доказательства? За что? Он ответит перед народом. Если американский солдат, то это Рэмбо. Да, конечно. Конечно. Или Райан. Или рядовой Райан. Ну, Райан там это американская армия. Он сам по себе не очень, но самовод. Как заботится американская армия о своих солдатах. Конечно. Вот. И какая тяжесть была, какая это была тяжелая война для американского народа. Не то, что там эта летняя прогулка с зимними лыжами в России. Вот американцы воевали. Это Райан. Но если профессионал смотрит на американскую полицию, количество неоправданных убийств американскими полицейскими свидетельствует о их непрофессионализме, об отсутствии дисциплины, боевой дисциплины, оперативной. И когда это происходит убийство, ну все обращают внимание на убийство, но не обращают внимание профессиональные полицейские так не действуют. Они непрофессиональны. Вот этот, который застрелил эту девушку. Вроде сотрудник секретной службы, то есть охраны. Он непрофессиональный. Когда я видел, они стоят с пистолетами. Пистолет вынимают только в одном случае. За секунду до того, как ты стреляешь. Зачем заранее вынимать пистолет? Ну, говорят, правда, что у секретной службы другой протокол, что они уже вынимают пистолет, снятый с предохранителя, и что в случае, если включается протокол безопасности, они открывают огонь без предупреждения, но все равно это убийство было очень странным. На новостной ленте мы продолжаем этот разговор отстранять, не отстранять Трампа от власти. Ну, не мы решаем, они там решают. Вот, и русские хакеры, конечно, решают. Конечно. Так вот, Нэнси Пелоси, это спикер Нижней палаты Конгресса, призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой Конституции, то, о чем я говорил. То есть у них здесь, собственно говоря, нету, значит, единого мнения по данному вопросу. Ну, вот, Яков Интересный поднял, так сказать, такую тему, что, в общем, непрофессиональные действия полиции в Соединенных Штатах стали уже просто нормой. Я не знаю, была ли она когда-нибудь профессиональной, но вот об этом сейчас многое говорят. А что случилось? Что сломалось-то? То есть, или они вообще никогда не были профессионалами? Вот, вы же, наверное, лучше знаете, чем мы все. Американская полиция действует по принципу. Сила есть, ума не надо. А сила есть. И власть за ними стоит. Вот недавно, вот вчера американский суд оправдал полицейского за убийство человека. Он его убил в рамках самообороны. Семь раз выстрелив ему в спину. И суд говорит, это ему надо оправдать. Он действовал целых самообороны. Во-первых, что за полицейский? Совсем семь пуль. Да. Вообще, количество выстрелов, производимых полицейским, всегда поражает. На этом фоне, кстати, игра еще более страшна. Мне кажется, выглядит один единственный выстрел там с пяти метров, даже меньше, по-моему, ровно в середину груди, который произвел этот сотрудник секретной службы. Знал, куда стрелять. Стрелял на поражение безоружного человека. Да. Стреляют. Стреляют из оружия. В том числе и охрана. Всегда. Чтобы нейтрализовать угрозу. Не надо вгонять в него семь пуль. От одного выстрела можно два выстрела, три. Если он с оружием направленный на тебя, тогда можно. Но больше трех нет смысла. Это не профессионализм. Второе. Полиция не была готова к тому, что произойдет. Первая вещь. Да, идут группы людей со всех Соединенных Штатов, экзальтированные, экстремистские. Идут демонстрации на Капитолии. Первое, что делают? Внедряешь агентуру. Кто они? Что они? Какие цели? Этим должна была заниматься ФБР. А иначе что угодно там может быть. Кто угодно они этого не сделали. Второе, они не приняли никаких элементарных мер для того, чтобы предотвратить прорыв толпы в здание. Неправильно не заграждение, неправильную охрану, не их расстановка, дислокация. И большинство людей, я обратил внимание, у них не было связи один с другим. А, даже так? То есть я как-то не обратил на это внимание. То есть получается, что они дезорганизованы были в этот момент полностью. У кого-нибудь есть какой-нибудь наушник в аппарате, в ушах? Нету связи. Ими никто не управляет. Никто не группирует. Никто не дает приказы. В каждом месте каждый стоит и решает действовать в силу своего понимания. А надо понимать. Единственное чувство, которое ими руководит, это страх. Ну, конечно, толпа большая, их немного. А на них стоит бешеная толпа. Он боится. Он не знает, что делать. Он не получает никаких приказов. Когда естественно он стреляет, большинство стреляют из страха. Ну, тоже понятно. Кстати, вот в связи с этим, да, вот что так плохо подготовились при всем том, что вы говорите об американской полиции. Вот тут, собственно, и начинают рождаться конспирологические теории. Мол, специально, в общем, сделали так, чтобы толпа могла пройти, чтобы она могла ворваться, чтобы можно было Трампа обвинить в том, что он чуть ли не госпереворот устраивает. Есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Или это, в общем, каждый раз притягивают за уши эти конспирологические теории, когда все объясняется гораздо проще? Ну, скажем, там, непрофессионализмом полиции или, или, или там, просто общим, общим развалом управления и так далее? Они неправильно обстановку, неправильно приняли решение, неправильно их реализовали. Вот спецназ, спецподразделение ФБР, которое пришло, почему его не было заранее? Почему не было обдумано и продумано все поведение, что и как надо делать? Ничего этого не было проведено. То есть полиция американская непрофессиональная. Но, мало того, за этим же стоит ФБР. ФБР непрофессионально повело себя в этом. А это уже идет совершенно другим образом. Это относится к армии, это относится к полиции, это относится ко всем американским службам. И, опять-таки, впечатление от них по парадным мундирам, по голливудским фирмам, по рекламным проспектам. А реально они совершенно другие. Да, там есть профессиональные люди, конечно. Ну, отношения, мы видим сейчас кадры, отношения к медиа, конечно, я бы сказал, еще хуже, чем к каким-нибудь там правоохранительным, от которых они получали дубинками. Но, в общем, к медиа отношения еще более жесткие. Ясно? Мы как бы ненеселую картинку-то видим, но как же без обеспечения правопорядка-то в ядерной державе-то? Ну, что? То есть мы так понимаем, что если правоохранительная система, ФБР, секретная служба, полиция находятся в таком состоянии, а у меня нет оснований, как бы, так сказать, понятно, вам не верить, как-то сомневаться, что вы говорите, но это же тогда совсем караул-то, в общем. Получается, там бюрократы внутри, так сказать, Капитолия и Белого дома, абсолютно непрофессиональные люди снаружи, и, в общем, в принципе, госуправление, и вот любой серьезный политический или какой, не дай бог, какой-нибудь там кризис вроде гражданского конфликта, ну, никто это не остановит, не наведет порядок, вообще никто не сможет среагировать адекватно на все это дело. Цивилизованно нет. Я вот хочу обратить внимание еще на одну картину. Вот посмотрите, они пришли, они громили журналистов, правильно? Они кричали, они оскорбляли, они били их аппаратуру. Хоть одному морду набили? Нет, нет, да, видно, что нет. Вот этого стукнули? Нет. А вот эти, которые обесновались на улицах, первые, кого они били, они людей били? Они людей калечили? Тут этих, которых обвиняют, вот они бандиты, террористы. Вот, кстати, очень хорошо видно. Человека не тронули. Да, да, да. Очень хорошо видно, размахивает флагом, отошел человек, подошел человек, свалил камеру, да. То есть нанести увечья явно никто не хотел. По людям он не бьет, а те били по людям. Верно, верно. Ломали кошки людям, те пристреливали людей, а эти нет. Да, да, разгромили, разгромили, агрессия прекратилась. Этого супа не выбили. Ну, обложили их по-американски, поругали. Не без этого. Ну, понятно, но никого же не били, драки не были, он же вот палкой, он не бьет по журналисту. А если бы это были те, которые бесновались на улицах, они бы палкой по людям били бы, не по не по оборудованию. Ну, если бы не были заняты мародерством слишком сильно, то били бы по людям, несомненно. В этом все есть. Это же не мародерство, они не берут ничего себе. Нет, они уничтожают материалы, это видно, что у них совсем другие задачи. Мы вам, мы вам нанесем мужчин. Мы вас унижаем, мы вас оставляем, мы вас не бьем, мы вас не увечим. Да, ну, на самом деле, разница, конечно, между левыми и правыми протестующими, она, конечно, потрясающая. Это разница между людьми и разной культурой. Ну, на самом деле, можно сказать о том, что это культурные и левые, культурные и правые. Меня политика рекомендуется не интересует. Абсолютно. Это люди разной культуры. Когда афролатинско-американская культура выходит на улицы, она занимается убийствами, погромами, поджогами, грабежом. А это другая культура. Если это можно назвать культурой. Это другая цивилизация. Совершенно. Да, у них есть свои идеи. Да, они могут быть экстремистами. Но это небеснующаяся толпа, которая громит все. Тем не менее, я боюсь, что в медиа как раз будет развернуто все как раз наоборот. Вот что наоборот будет все сказано, что вот тогда были в основном мирно протестующие граждане, как назвали прекрасно, в основном мирные. А этих назовут попирателями конституции, основ и даже я думаю террористами. Уже в колонках мнения уже слово террорист прозвучало. Хотя разгромили офис. Это утром в сосновом бару. Утро значит в Капитолии. Вот смотрите, все разбросано. У меня удивительно, конечно, ничего не взято, ничего не разграблено. Все на месте, компьютеры на месте, компьютеры недешевые, телефоны, значит мебель, все значит все на месте. Единственное, что покуражились, разбросали их бумажки взад-вперед и даже окна не побили. Какие-то неправильные протестующие вот эти вот были совсем. Но проблема, но проблема-то, проблема не в том, какие журналисты. Журналисты, они пытаются отразить исказить свою пользу действительность. Но проблема в том, что и с той, и с другой стороны обе половины населения Соединенных Штатов видят в насилии единственное фулл-норму на поведение. И представители бывшей европейской цивилизации в Америке, и представители афро-латинноамериканской цивилизации в Америке, и те, и другие за насилие, за нарушение закона, за неподчинение закона, и те, и другие не верят во власть, и те, и другие не верят, что иным путем можно что-то в этой стране добиться, и те, и другие верят, что страна их обманула. Это самая большая проблема Соединенных Штатов. То, что журналисты врут, так они врут. Их профессия... В общем, как бы невеселая картинка-то получается на самом-то деле. Потому что действительно вот это вот неверие, вера только собственно в собственные силы, в насилии, прошу прощения за такую автологию, что ли, и в то, что, конечно, их все бросили, все предали, и никто на самом деле не обеспечит им ни свободу, ни безопасность, ни достойную жизнь. Вот за последние годы в Соединенных Штатах мы, собственно говоря, это увидели. Сам нерв проблемы, мне кажется, именно в том и состоит, что они уже никак не верят в то, что государственные мужи, государственные жены вообще хоть что-то могут сделать непосредственно для них. Разбомбить какой-нибудь очередной Афганистан с Ираком это пожалуйста, а вот сделать что-то для граждан Соединенных Штатов нет, ни те, ни другие, ни летние протестующие, ни эти осенние, они в это не верят. Мне кажется, что это основной и самый так очень тревожный вот как бы симптом того, что происходит. Это проблема Соединенных Штатов это внутри. Да, конечно. Это государство будет. Какое же это государство будет? Вот такое население, к такому населению, которое не верит во власть, не верит во что, достаточно появиться кому-то, в которого они поверят. Да, и уже это будет не власть закона, а вот харизматичный лидер, который в отличие от Трампа не будет стесняться, и все посыпется. И если он будет не такой пошловатый и не такой жлоб, как Трамп, будет еще хуже, да, будет еще хуже. И тогда будет другая Америка. А я хочу напомнить, вот этой самой демократичной стране в мире основная группа национальная не цветного населения это немцы. Да, да, это правда. Это правда. Этнически они все потомки потомки-потомки немцев. Я даже смотрел замечательно эту карту. Я напомню, что такие известные конгрессмены, как отец и сын Полы, что Трамп сам из немцев, тоже из шведских, да? Его еще дед был Трумпом, то есть произносился по-немецки. Трамп из Шотландии. Из Шотландии, он из северных немцев. Там то ли Швеция, то ли Шотландия. Мне кажется, что его путешествие в Шотландию, насколько я знаю, вот биографов Трампа, они утверждают, что, конечно, это абсолютно немецкая. Немецкая была династия, которая, так сказать, этих самых Трамп. Ну, тогда мы можем провести, что и королева Великобритании, она немецких кровей, а ее дети точно. Германских, да, если говорить там точнее. Германский, немецкий, на русском языке то же самое. Но тут я могу сказать, а другая часть населения, она латиноамериканских или африканских. Ни одна из этих групп у них не было, никогда демократических традиций. Не было. Тем не менее, о себе они думают очень много в этой ситуации. Думаю. Хорошо. Это тоже понятие относительное. То есть, и по этническому составу, и по культурному составу население Соединенных Штатов очень проблематично в этом состоянии, потому что немецкоязычная часть населения уже как-то раз привела к власти человека, в которого они верили. на фоне неверия во власть. Ну да, и кстати говоря, об этом сейчас все говорят. Разозленные правы, переставшие верить в закон, это очень опасная штука, потому что в следующий раз они приведут лидера, который, собственно говоря, им пообещает реванш, и все их обиды, вся их злоба, вся их ненависть вот к этим бюрократам, она может происходить и реализовываться в действии под руководством такого лидера, который, конечно, никакого отношения уже ни к справедливости, ни к свободе и к миру-то, в общем говоря, к мирному существованию не может иметь. Тяжелая картинка. Яков, огромное спасибо, что приняли участие в нашем сегодняшнем стриме. Субтитры создавал DimaTorzok